Саламу алейкум, рахматуллах и баракату, дорогие братья и сёстры, опять про здоровье. Хочу с вами поделиться очень важной информацией по поводу очень полезной биодобавки. Все мы любим покупать БАДы, витамины, заказываем их, тратим на это много средств. Однако самым лучшим средством является естественное средство, а из естественных натуральных средств лучшими являются те средства, о которых рассказал в своих хадисах посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. В частности, я хочу сегодня вам рассказать немного о чёрном семени. Хабба ас-Сауда называют на арабском языке, также его называют семенем благодати. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма в хадисе сказал следующим образом. Вы держитесь, говорит он, алейкум бихадихи лхаббати сауда. Вы держитесь, то есть посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма, когда к чему-то настойчиво призывает, применяет слово алейкум. Держитесь вы за это чёрное семя, сказал посланник Аллаха. Воистину это семя исцеление от всякой болезни илля ас-Саам. А что такое ас-Саам, спросили у посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма, он ответил смерть. То есть это семя не способно, конечно, отвратить от человека предсмертную болезнь, потому что смерть — это необходимый финиш каждого живого существа. По поводу чёрное семя, о котором посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма в данном хадисе говорит, это предмет многочисленных научных симпозиумов, конференций, трудов учёных. То есть если говорить с научной точки зрения об этом чудесном семени, конечно, это будет невозможно сделать в рамках одного ролика. Я и не фармацевт, и не специалист, но однако знаю, что после изучения свойства этого чудесного семени учёные говорят, что чёрное семя является сильнейшим иммуномодулятором, антиоксидантом, обладает очень мощным антибактериальным свойством, что делает её достойным для того, чтобы это семя находилось на столе каждого из нас. Однако современный маркетинг, он нас немного отводит в сторону, и когда мы слышим о чёрном тмине, это семена чёрного тмина, о чёрном тмине мы тут же представляем масло чёрного тмина. Для того, чтобы получить настоящую пользу из этого семени, это семя лучше всего есть, так как посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма сам его ел. И в хадисе он говорит, берите из этих семян пять или же семь штук и ешьте их. Что касается других видов форм применения этих семян, конечно, врачи и учёные могут рекомендовать разные формы его употребления, но однако, когда мы употребляем живое качественное семя, кладём его в рот, разжёвываем, мы получаем и масла, мы получаем и волокна, мы получаем всё, что содержит это семя, о котором посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма так высказался. И современные арабские лекари, учёные, они советуют следующее применение этих семян. То есть четверть чайной ложки брать в рот, разжевать за 10 минут до приёма пищи. То есть здесь семян нельзя, много есть. Для того, чтобы это стало полезным, стало действующим, действенным лекарством, его нужно именно таким образом применять, то есть в виде порошка, его можно перемолоть. Но однако, если мы их жуём, и при этом некоторые указывают на то, что можно взять вот в кончик трёх пальцев, то, что вмещается в кончик наших трёх пальцев, бросать в рот и прожёвывать хорошенько закрытым ртом. Я лично стараюсь делать это так. Это семя обладает мощным антивотивовоспалительным действием. И даже был случай, когда у меня был приступ кашля, и кашель не давала мне заснуть. Я просто взял, сделал бисмилля, и я смог после этого уснуть. Поэтому прежде чем тратить лишние средства на дорогие бады и так далее, цените то, о чём сказал посланник, к чему нас научил посланник Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok